Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону обсудили сегодня на еженедельном совещании под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Один из важнейших вопросов на повестке в департаменте городского хозяйства и экологии – плановое отключение горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей. В настоящий момент они проходят на центральной отопительной котельной. Таким образом, до 11 июня горячее водоснабжение ограничено в трех районах города – Октябрьском, Советском, а также частично в Железнодорожном. Первый вице-мэр поставил задачу районным администрациям совместно с профильным департаментом координировать профилактические работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский отметил, что некоторые недобросовестные управляющие компании не совмещают профилактику внутридомового оборудования с магистральными сетями, которую проводит ресурсоснабжающая организация, при этом дополнительно ограничивая потребителей. В этом направлении ведется работа по пресечению таких ситуаций. Если у потребителей происходит ситуация, когда превышает сроки отключения профилактических работ или ремонтных работ, в каждом районе созданы дежурные группы ЕДДС, куда можно обратиться, подать заявку. Каждая заявка прорабатывается на уровне всех ресурсников и всего комплекса коммунального хозяйства ежедневно. И вопросы решаются в плановом порядке. Национальные проекты в действии. Профильные службы начали ремонт дороги по улице Гагарина. Минувшей ночью стартовал первый этап – фрезерование. Рабочие снимают старое асфальтобетонное покрытие. В этом году подрядчик планирует полностью обновить важную для Самары дорогу. Работать будут на участке протяженностью более 4 километров. Наша съемочная группа была на месте и узнала подробности. На улице Гагарина наряду с Московским шоссею Новосадово и очень оживленное движение. В этом году по просьбам жителей Самары и предписанию ГИБДД дорожное покрытие здесь полностью обновят. Новый качественный асфальт появится на всем протяжении – от улицы Победы до Московского шоссе – более 4 километров. Средства на ремонт выделили в рамках реализации нацпроекта безопасные и качественные дороги. Последний раз улицу Гагарина масштабно обновляли в 2014 году. По оценкам специалистов, старое асфальтобетонное покрытие выдержало нагрузку. Дорога, в общем-то, выдержала те сроки, на которые был запланирован ремонт более чем достойно. Но уже начали появляться отдельные разрушения достаточно большие. И начала образовываться колейность, особенно участки в районе Советской армии и в районе Авроры. То есть улица уже требовала к себе внимания и волнения ремонтных работ. В этом дорожно-строительном сезоне подрядчик методом больших карт уложит новый асфальт на участке в 114 тысяч квадратных метров по всей ширине проезжей части. Работать планируют до конца июня, но сроки зависят также от погодных условий. Уже сейчас дорожные службы начали первый этап ремонта – фрезерование. На участке от Карбышева до Авроры в направлении города. Мы занимаемся срезкой существующего асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования. Фрезой маркой В-200. Работы производим в ночное время суток, так как в дневное время затрудненное движение с автомобилем. Вместе с тем такой подход позволяет вести ремонт без введения ограничения движения. Транспорт продолжает ходить по полосам, которые пока не задействованы в ремонте. Самарцы инициативу обновления поддерживают. Александр Усанов живет неподалеку от улицы Гагарина и по этой дороге проезжает каждый день. О всех проблемных участках проезжей части знает не понаслышке. Основные проблемы на перекрестках – советская Гагарина и чуть ниже, около метро советской. Ямы периодически заделывали. Но то, что сейчас начали делать асфальт, это, конечно, очень радует. Примерно через неделю после фрезерования начнут укладывать новое покрытие толщиной 5 сантиметров. А также выравнивающий слой. Используют современные материалы, такие как ШМА-16 на полимерно-битумном вяжище. Асфальтобетон этой марки включен в ГОСТ и ранее хорошо себя зарекомендовал на многих дорогах Самары. Кроме того, муниципальным контрактам предусмотрено приведение в порядок инженерных коммуникаций. А именно люки колодцев и решетки дождеприемников переустановят, подняв на один уровень с новым дорожным покрытием. В целом, в этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 33 участка уличнодорожной сети города. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Самара из авиационно-космической столицы постепенно становится еще и столицей судостроительной. Об этом сегодня говорили инженеры и рабочие с депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым. Обсудили, как реализуются контракты по строительству судов на значение река-море. После этого народного избранника ждали будущие капитаны. А пока гардемарины – первокурсники самарской мореходки. Подробности о визита в репортаже Сергея Кизоркина. Электросварщик Николай Мишутин вот уже почти полвека ремонтирует грузовые и пассажирские суда. С недавних пор стал их еще и строить. Сейчас работы прибавилось. Завод заключил контракты на несколько речных катеров и одно морское грузопассажирское судно. Зарплата будет, народ будет. А народ будет, значит, все быстрее будет делаться. Как идут дела на самарском судостроительном предприятии «Нефтефлот», проверил председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, член Центральной ревизионной комиссии Народного фронта Владимир Гутенев. На встрече с заводчанами обсудили перспективы пассажирского судостроения в условиях санкций и импортозамещения. Для нас очень важно сформировать преференции. Преференции для наших предприятий. И в первую очередь преференции налоговые, экономические, финансовые. Только консолидированная работа команды Дмитрия Игоревича Азарова, которые очень эффективно лоббируют интересы региона. Наша промышленность, которая имеет и традиции, и действительно огромный потенциал развития. Те предприятия, которые могут формировать рабочие места с хорошей заработной платой, должны получать важные перспективы. Сейчас это происходит. Предприятие сейчас на подъеме. Оно не только ремонтирует пароходы и баржи, но и строит новые. Сейчас на стапелях три круизных катера, на очереди еще два. Также заключен контракт на восемь судов для гидрографических изысканий на реках и акваториях портов. Кроме того, устанавливается оборудование для изучения мелководий. В декабре прошлого года предприятие получило госзаказ на строительство морского грузопассажирского судна. Цена контракта почти шесть миллиардов рублей. На воду паром должны спустить в сентябре 26-го года. В Самарской области не только строятся ракеты и автомобили. Мы же еще и строим суда, и Самара в том числе и судостроительная. Много лет, десятилетия, столетия практически в Самаре ничего не строилось. Мы понемногу эту традицию прошлых веков восстанавливаем, возобновляем, строим достаточно современный и новый флот для России. Помогает развиваться Самарскому судостроению Общероссийский народный фронт. В апреле этого года под председательством Владимира Гутенева прошло заседание актива ОНФ на тему совершенствования системы регулярных и туристических речных перевозок в регионе. По итогам предложено улучшить лизинговые программы при строительстве судов, упростить утилизацию списанных, субсидировать тарифы на перевозки, более качественно подготовить флот и причалы к предстоящей навигации. Надо просто жить в своей стране, в России, работать на своей земле и, как Владимир Владимирович сказал, не только работать, но и отдыхать в России. В ходе визита депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился со студентами Волжского университета водного транспорта. Пообщался на темы профориентации и стажировок. Будущие капитаны механики судов уверены, они сделали правильный выбор. Мы как изучаем и старые модели, изучаем и новые модели, потому что независимо от какого на какое судно мы попадем, мы должны знать и те, и те версии. Имеются огромные перспективы, именно особенно сходить на новых судах, понять, как они устроены, испытать их. Чтобы реализовать все намеченные планы, судостроительные предприятия готовы к реконструкции и модернизации производства, на обновление мощностей с помощью региональной и федеральной поддержки может уйти три года. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Правительство России направит на модернизацию медицинских учреждений более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о ремонте и строительстве поликлиник, закупке оборудования и автомобилей для медучреждений. Все это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи по всей стране. Также Михаил Мишустин напомнил, что подписано постановление об индексации на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня. Кроме того, власти предусмотрели свыше 500 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат для более 50 миллионов граждан. Самарским аграриям в этом году выделят финансовую помощь более 1 миллиарда рублей. Общий объем поддержки вместе со средствами, которые выделили ранее, составит 1 миллиард 145 миллионов. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Поддержит развитие сельхозпредприятий также отсрочкой по уплате основного долга по льготным кредитам, грантами на ряд отдельных направлений деятельности, льготной сельской ипотекой, мораторием на проведение проверок и процедурами вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. В Самарской области состояние озимых специалисты оценивают как очень хорошее и ожидают рекордный урожай – около 30 центнеров с гектара. В исправительных колониях номер 6 и 26 Самарской области провели командно-штабные учения. Сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и других органов совместно отработали алгоритмы реагирования на террористические угрозы, в частности, по освобождению заложников и обезвреживанию лиц, причастных к совершению преступлений на объектах Федеральной службы исполнения наказания. Участвовавшие в учениях подразделения межведомственной группировки сил продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность, сообщает Пресс-служба управления ФСБ России по Самарской области. Далее коротко о других темах этого дня. Российские власти могут рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. По словам председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, если ставить вопрос о распространении льготной ипотеки на покупку апартаментов, которые относятся к нежилым помещениям, то придется или пересматривать базовые социально направленные задачи программы, или признавать строящийся апартамент жильем. К итоговым решениям должны прийти до конца года. Предложение на столичном рынке апартаментов в новостройках эконома бизнес-класса увеличилось за год в 15 раз. Изменения оказались особенно заметны в бюджетном сегменте. Доля дешевых апартаментов среди всего выставленного на продажу жилья в начале прошлого года составляла 1%, а в текущем году уже 11%. В Самарской области в суд направили уголовное дело о вымогательстве. В апреле прошлого года в полицию обратился предприниматель, начальник автомастерской, и заявил, что один из клиентов потребовал передать ему 300 тысяч рублей за якобы разбитое стекло от ремонтированной машины, а потом приехал в компании 12 человек и, угрожая, похитил автомобиль марки «Гретволл». Полиция вместе с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого, ранее судимого, за незаконный оборот оружия 41-летнего местного жителя. Было возбуждено несколько уголовных дел, их объединили в одно и направили в суд. С 1 июня в Самарской области изменят расписание нескольких электричек. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании. В частности, изменения затронут пригородные поезда на участке Самара-Жигулевское море. Ежедневно будет ходить электричка «Самара-Курумыч» с отправлением в 12.27. При этом электричка в 12.55 отменяется. Также ежедневно устанавливается электропоезд из Самары в Сызрань. Время отправления из областной столицы в 9.33, прибытие в Самару в 12.00. В последние недели в Самарской области наблюдается стабилизация цен на товары массового спроса, сообщили в правительстве. В частности, не поступило ни одного обращения об отсутствии товаров на полках. Также не зафиксировали необоснованного завышения цен на сахар и соль, которые раньше пользовались ажиотажным спросом. Снижаются цены на овощи за исключением картофеля. В городе скоро появится больше ярмарок, и это тоже должно сказаться на стабилизации цен. Индекс окрошки за год вырос на 15%. Специалисты рассчитали стоимость продуктов, которые требуются для приготовления блюда по традиционному советскому рецепту. Средний чек покупки набора продуктов в мае составляет 897 рублей. В состав блюда входит редис, картофель, яйца, огурцы, вареная колбаса, сметана, квас, лук и укроп. В Москве за набор этих ингредиентов придется заплатить 1166 рублей. В Санкт-Петербурге – 843 рубля. Дороже всего окрошка обойдется жителям Чукотки. Там на ее приготовление придется потратить 2310 рублей. По словам экспертов, в течение трехлетних месяцев с увеличением доли овощей отечественного производства на прилавках, размер трат на окрошку обычно снижается по сравнению с майскими показателями на 10-15%. Героини анекдотов – невинные жертвы гламура, повелительницы соляриев и любимицы настоящих джентльменов. Самая яркая, заметная и светлоголовая часть человечества сегодня отмечает Международный день блондинок. Инициаторами праздника выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных и препятствовали их карьерному росту. Действительно ли светловолосые девушки легкомысленны и что об этом думают мужчины, выяснила Ольга Павлова. Говорят, блондинка – это не только цвет волос, но еще и алиби. Вопреки расхожему мнению, героини анекдотов, невинные жертвы гламура, повелительницы соляриев и любимицы настоящих джентльменов не так просты, как кажется. Согласно официальной версии, инициаторами Международного дня блондинок выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту и намекали на низкий уровень интеллекта. Когда терпеть обидные шуточки надоело, девушки решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. Тем не менее, в обычных жизненных ситуациях доказывать, что ты не блондинка время от времени приходится каждой светловолосой девушке. А вы считаете блондинок глупыми? Нет. У меня жена блондинка. Ого. Поэтому все в порядке, да? Да. Отлично. Умная? Умная. Я считаю глупых женщин глупыми, независимо от цвета волос. Моя лучшая подруга блондинка, и она достаточно умный человек. Никого я глупым не считаю, только себя. Не зависит ли вот по вашему интеллектуальной способности от цвета волос? Извините, я мне много говорю по-русски, все вот чуть-чуть. Это, наверное, брюнетки придумывают это все. Я не знаю, честно говоря. Не думаю, что блондинки все глупые. Разные люди бывают, и рыжий тоже может глупый. Не знаю. Психолог Роман Едавкин утверждает, что цвет волос к интеллектуальному развитию отношения не имеет. Одинаково умными и не очень могут быть и брюнетки, и рыжие, и блондинки. Все зависит от того, в какой среде человек вырос и какое получил воспитание. Тем не менее, блондинки, отмечает Роман, изначально светлый образ в глазах окружающих. Роскошный цветок, за которым нужно ухаживать чуть больше, чем за остальными. Милота, детская девочка, она как-то ассоциируется со светлыми волосами, желательно кудрявыми, и голубыми глазками. То есть она выходит к доске, пытается рассказать стишок. У нее не получается. Все вокруг делают. О-о-о. И говорит, ну ладно, пожалуйста, там все хорошо. Ты не плачь, садись, вот тебе там четверочка. Вариант номер два. Выходит угрюмая девочка, чернобровая, да, с прямыми волосами, такая, как из звонка примерно. Она может быть и красивая, да, но нет в этом какого-то, какой-то светлости. Ровно так же продолжает роман, происходит и во взрослой жизни. Светловолосые красавицы, утонченные от природы, тратят меньше энергии и сил на достижение результата. И чаще вызывают в мужчинах чувство ответственности. До такой степени, что фраза из анекдота «держи, только не плачь» становится не такой уж и нелепой. В то время брюнеткам и рыжим приходится втрое дольше отвоевывать свое законное место под солнцем. Очень у многих людей, у которых рыжий цвет родной, они и подвергались некоторым шуткам на эту тему, зачастую даже гноблению. То есть это такой критерий, который может повлиять на развитие личности как в позитивную, так и в негативную сторону. Сегодня, по утверждению ученых, настоящая блондинка явление редкое. По подсчетам, уже в самое ближайшее время золотовласки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты. И тому есть причина. В странах, где преобладает темный цвет волос, население неуклонно растет. А вот европейцы, россияне, немцы, скандинавы, которые являются носителями белокуровой гена, все чаще ограничиваются одним ребенком. Последний человек со светлыми волосами родится, по мнению ученых, в Финляндии, где проживает самое большое число светловолосых людей на душу населения. Светлого цвета волос все чаще добиваются при помощи окрашивания. Стремление к таким внешним изменениям порицает старшее поколение. Мол, ничего хорошего в такой процедуре нет. Более того, она грозит выпадением волос. Врачи-трихологи к таким заявлениям относятся настороженно, отмечая, что прямой связи между окрашиванием и выпадением волос нет. В любом случае сначала происходит вытравление естественного, как правило, фона, а потом уже накладывается какой-то соответствующий окрас. Степень этой вредности можно компенсировать. Вы знаете, многие люди используют какие-то лосьоны, какие-то бальзамы для улучшения качества волос. То есть само по себе окрашивание очень редко приводит непосредственно к выпадению волос, допустим. Естественно, человеку, у которого есть проблемы с выпадением волос, то есть это будет диффузное выпадение или очаговые какие-то процессы выпадения, я не могу не предложить отказаться от окрашивания, по крайней мере, на какой-то период. Ну а тем, кто уже успел обзавестись роскошной светлой шевелюрой, пора на время отложить свои дела и отметить праздник. Кстати, в России первое празднование Дня блондинок прошло с настоящим шиком. В Москве в Новинском пассаже состоялась церемония вручения премии «Бриллиантовая шпилька», приуроченная к празднованию талантливых, умных, успешных, модных и бесконечно женственных. Словом, самых блондинистых блондинок нашего времени. Ольга Павлова, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. На один день погрузиться в детство. 1 июня, в День защиты детей, в Струковском саду пройдет фестиваль организованной администрации Самары. Пусть всегда будет детство. Его программа будет интересна не только малышам, но и их родителям. На входе гостей праздника будут встречать полюбившиеся анимационные персонажи. Участников ждут игры, мастер-классы, концерт и показ мультфильмов. А под вечер – семейная дискотека. Праздник начнется в 10 утра, а завершится в 9 часов вечера. Кто любит спорт, тот здоров и бодр. В канун Дня защиты детей в Самаре прошли веселые старты для детей дошкольного возраста. В соревнованиях приняли участие 20 команд промышленного района. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Спортивный праздник «Веселые старты» проводят в промышленном районе Самары ежегодно. В этот раз в нем приняли участие 20 команд дошкольных учреждений. В каждой 11 детей 2015 года рождения. Маша Муругова участвует в детских соревнованиях и регулярно ходит в спорткомплекс на занятия. Я футболом занимаюсь. Мы там не только футболом занимаемся. Мы там бегаем еще, прыгаем. Обводим фишки, эстафеты. Мама девочки Юлия Муругова довольна, что ее дочка занимается спортом и состоит в детской команде. Команда целый комплекс спортивно-оздоровительный. Много упражнений на координацию, на скорость, на технику. И также играет в футбол. Турниры проводятся, товарищеские игры. У меня двое детей. Сын старший занимается футболом. Дочка тоже, глядя на него, решила приобщиться к этому виду спорта. Организатором детских соревнований выступила администрация промышленного района города и депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев. Мы должны воспитывать детей с грудного возраста. Внушать им, что спорт – это норма жизни. И мы стараемся все делать для того, чтобы наши дети развивались. И не на словах, а на деле доказывать, что ради детей мы готовы на все. Детские команды соревновались в эстафете с передачей палочки. Бегали вокруг конусов с двумя мячами. Выполняли упражнения с обручами и другие. По-настоящему летняя погода установилась в день проведения веселых стартов. И на трибунах тоже было жарко. Настолько активно родители поддерживали юных спортсменов. Максим Магомедов, Юлия Василькина, Николай Епифанов. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. С 1 июня по маршруту номер 108 от губернского рынка до южного города организуют автобусное сообщение, пишет администрация «Самара» в телеграм-канале «Вести» с Дворянской. Ранее по данному маршруту выполнялись рейсы электробусов, но теперь будут курсировать четыре автобуса. Льготы на маршруте – непредусмотренная стоимость проезда за наличный расчет, а также по банковской карте. Руководитель пресс-службы мэрии «Самары» Елена Рыжкова рассказала в своем телеграм-канале, что в День защиты детей для любителей музыки и творчества Пушкина на площади славы покажут Евгения Онегина в авторской версии Юрия Башмета. Фрагменты романа прочитают Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Арии из оперы Чайковского исполнят молодые певцы ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Концерт пройдет с 9 до 11 вечера. Администрация железнодорожного района Самары информирует жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей и дома. На территории города до 31 октября действует особый противопожарный режим. При наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспорта и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня. Администрация Красноглинского района Самары напоминает, что 31 мая свой профессиональный праздник отмечают адвокаты. День российской адвокатуры президент установил в 2002 году. Сотрудники района и администрации желают адвокатам, чтобы в любом деле удавалось проявлять уверенность и настойчивость, а каждый день приносил бесспорную победу и успех, чтобы жизнь была полна больших возможностей и перспективных идей. А на этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках, во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok